Алёша Спасибо сердце, что ты умеешь так любить Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону Уходили комсомольцы на гражданскую войну Они были невероятно популярны, Алла Иошпе и Стахан Рахимов Они были желанными гостями на концертах самого высокого уровня Их имена ставили в один ряд с именами Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Эдиты Пьехи А после в один миг запретили все их концерты и на целое десятилетие посадили фактически под домашний арест И требовали отказаться друг от друга, а их дочери предлагали отказаться от родителей Но они выстояли, выдержали, прожили вместе 60 лет и ушли из жизни с разницей в 40 дней Алла Иошпе родилась в 1937 году в Москве в еврейской семье Детство ее было счастливым, но в 10 лет из-за травмы ноги у нее развился сепсис Родители продали кучу вещей, чтобы купить девочке лекарства Ребенку грозила ампутация, но конечность все же смогли спасти Врачам удалось спасти Алле жизнь, вот только с тех пор Иошпе осталась хромой Многочисленные осложнения от перенесенной инфекции, серьезные проблемы со здоровьем и боли сопровождали певицу до конца дней Еще с детства Алла хотела выступать на сцене, но после школы поступила изучать филологию в МГУ Но даже успехи в учебе и написании диссертации не давали забыть о детской мечте Все свободное время Иошпе проводила на сцене, была солисткой симфонического оркестра МГУ Постепенно она отошла от учебы и окончательно отдала себя музыке К этому времени Алла успела выйти замуж и родить дочь Таню, но ее первому браку не суждено было стать счастливым В 1960 году Иошпе познакомилась с женатым певцом Стаханом Рахимовым Они оказались ровесниками, оба страстно любили выступать Артисты образовали творческий союз, который перерос в любовные отношения Когда Алла Иошпе и Стахан Рахимов поняли, что не смогут жить друг без друга, они оставили свои семьи Оба понимали, какую боль причиняют своим близким, но чувства были сильнее Родственники влюбленных были против этого брака Аллу убеждали, узбек не станет хранить ей верность Стахану предлагали одуматься и не жениться на избалованной москвичке, за которой ему придется ухаживать всю жизнь из-за проблем с ногой Но они не могли себе представить жизни порознь Первый муж Аллы Иошпе, Роберт Чумак, уговаривал супругу не жечь мосты Обещал не вспоминать о ее увлечении узбекским певцом и собирался ждать, пока они расстанутся, говорил, они не пара Но Алла Иошпе приняла решение быть рядом с тем, кого любит Вскоре после этого Рахимов сделал Иошпе предложение Это произошло в кинотеатре, когда на экране шел красивый фильм о любви Затем Алла и Стахан сыграли скромную свадьбу, гостей угощали пловом Участвуя в телешоу, супруги признались Борису Корчевникову, что оба оказались разлучниками Понимаете, бывают такие вещи, которые объяснить невозможно Когда мы встретились и начали петь вместе, то все, что было вокруг нас, просто не имело значения, сказал Рахимов Мы просто никого не видели Мы даже получали записку от слушателей, в которой было написано Вы поете так, будто зрительный зал вам мешает Одно омрачало их брак, отсутствие общих детей Оказалось, что перенесенный в детстве сепсис сделал невозможным беременность Аллы Появление на свет ее единственной дочери Татьяны было почти чудом Так что артистам осталось лишь смириться Но я не переживала У нас настоящая любовь, крепкий брак Никто никому условий в совместной жизни не ставил Просто жалко, что не получилось Но в принципе, мы счастливы вдвоем, с Танюшей, внуками и правнуками Я считаю, жизнь удалась, поведала артистка Корчевникову Дуэт Иошпа Ирахимова был очень популярен в 60-е и 70-е годы Их хиты «Алеша», «Неприметная красота», «3 плюс 5» многие вспоминают до сих пор Власти привечали пару и даже позволяли выступать за границей Их имена гремели на весь Советский Союз Однако проблемы со здоровьем у Аллы из-за последствий перенесенного в детстве сепсиса давали о себе знать В конце 70-х советская медицина почти не могла и помочь, а за границу для лечения супругов не выпускали В итоге в 1979 году супруги решили эмигрировать в Израиль на ПМЖ, ведь у Иошпе были еврейские корни Но тут вновь вмешались советские власти Им запретили выезжать, и вместо переезда их подвергли фактическому домашнему аресту И главное, запретили живущим музыкой артистам выступать Последовало лишение званий и наград, уничтожение записей и отказ в концертной деятельности Дочь Аллы Иошпе Татьяну исключили из института, а еще всю семью по очереди вызывали на Лубянку Предлагая супругам отказаться друг от друга, а дочери – от родителей Их жизнь превратилась в настоящий кошмар Звонки и письма с угрозами, подожженные двери, разбитая машина Для прессы они словно умерли Лишь иногда лекторы общества знания во время своих выступлений на предприятиях говорили о том Что Иошпе и Рахимов эмигрировали в Израиль, живут в нужде и полном забвении Просятся назад в Советский Союз, но стране предатели не нужны Десять лет продолжался их домашний арест За это время ушли все накопления, были проданы автомобиль, мебель и все маломальски ценные вещи В один из дней супруги написали 100 писем и отправили их в различные издания Они писали о том, что не уехали, но их творчество находится под запретом Тогда им стали звонить незнакомые люди из телефонов-автоматов Они говорили слова поддержки А знакомые стали приходить в гости с гостинцами и, конечно, просили спеть С тех пор каждую субботу распахивались двери дома Аллы Иошпе и Стахана Рахимова Где они устраивали квартирники для своих, чтобы вновь все могли услышать чарующие голоса супругов К ним приходили актеры, академики, музыканты Субботние выступления домашнего театра после получили название «Музыка в отказе», эмблемой которого стала картина одного из запрещенных художников с изображением двух птиц с клювами, запертыми на амбарный замок Долгих 10 лет прошло до того времени, когда супругам все же разрешили вернуться на сцену Поначалу они выступали исключительно в небольших отдаленных городках Лишь благодаря участию Иосифа Кобзона супругам все же дали возможность снова выйти на большую сцену Они снова собирали полные залы и звучали в унисонах голоса В 2002 году семейный дуэт получил звание народных артистов России А два года спустя они триумфально дали в Москве юбилейный концерт «Песня длиною в жизнь» в честь 40-летия Творческого Союза Они прожили вместе 60 долгих лет и были неизменно счастливы, несмотря на все те испытания, через которые им довелось пройти Даже в забвении они были друг у друга и пели друг для друга Ибо их любовь помогала, согревала и не давала упасть или потерять надежду Вместе они могли все Порознь не могли даже дышать Когда-то Стахан Рахимов сказал «Мы не можем не петь вместе» «Мы не можем не жить вместе» Это исключено Эти слова оказались пророческими 30 января 2021 года ушла из жизни Алла и Ошпе А спустя ровно 40 дней не стала и Стахана Рахимова Они просто не могли жить друг без друга Поклонники не сомневаются Голоса супругов звучат в унисон и на небесах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok